Восстание 14 декабря на Сенатской площади было подготовлено за считанные дни. Нельзя сказать, что оно готовилось долго в процессе существования Северного общества. Оно в значительной степени было спонтанным и зависящим от событий. И далеко не все, даже находившиеся в Петербурге, декабристы в нём участвовали. А надо сказать, что для властей оно стало большой неожиданностью. Потому что ведь, смотрите, мы говорим, правительство знало, правительство получало доносы на декабристов. Но получал доносы Александр I, который умер в Таганроге. Он об этих доносах ставил в известность очень узкий круг ближайших к нему людей, которые по разным причинам в тот момент в Петербурге тоже не находились. Некоторые были в Таганроге с телом покойного императора или где-то ещё. Но в Петербурге при Николае Павловиче, вступавшем на престол, этих людей не было. Он получил 12 декабря, за день до восстания, подробное донесение от начальника штаба генерала Дибича, который тоже был в Таганроге. Дибич стоял в его известности о поступивших доносах на декабристов о том, что есть обширное тайное общество среди офицеров. Для Николая это было шокирующей неожиданностью. Он об этом написал в своих записках. Он был потрясён и не понимал, что с этим делать. Потому что мало того, что он в сложных обстоятельствах вступает на престол, не получив формального отречения от старшего брата, ищут ещё и офицерский заговор. Поэтому, когда случилось восстание на Сенатской площади, для Николая был вопрос. Вот на ту секунду времени это было неочевидно. Вот это восстание подготовлено тем тайным обществом, про которое писал Дибич, или это совершенно другое явление, связанное именно с повторной присягой? Потому что ведь декабристы вывели солдат на Сенатскую площадь не под каким-то революционным лозунгом, они не открывали солдатам своих планов и идей. Они их вывели под предлогом того, что присяга Николаю Павловичу, которая была назначена на 14 декабря, незаконно, что Николай узюрпирует власть, а законным монархом является Константин Павлович, которому присягнули несколько дней назад. Собственно, солдаты шли за законного государя. Что потом, кстати говоря, дало Николаю Павловичу повод солдат не карать строго за участие в восстании. Из всех солдат были осуждены шесть человек, которые в ходе восстания совершили какие-то конкретные военные преступления. А все остальные просто были отправлены, из них был создан сводный гвардейский полк, его отправили пару лет повоевать на Кавказе, как бы заслужить свою вину. После чего, в общем, каких-то репрессий против солдат осуществлено не было. И Николай оказался в достаточно щекотливой и сложной ситуации, потому что он вроде как легитимный монарх, но в этом сомневаются некоторые. Ну и главная проблема, и самая актуальная, что делать с самими декабристами. И одним из первых государственных решений Николая после осуждения декабристов было учреждение третьего отделения собственного его императорского величества канцелярии, которое и стало вот этим вот органом политического надзора за положением дел в стране, а возглавил его Венкендорф, один из основных деятелей следствия над декабристами. И когда-тошний боевой товарищ некоторых из них. С другой стороны, вот сидят декабристы, они арестованы, они их допрашивают, вот они там что-то рассказывают. В стране нет уголовного кодекса и в стране нет внятного законодательства. Законы не кодифицированы. То есть это означает, что все когда-то изданные законы по отдельности, да, вот какими-то отдельными листами и указами, они все существуют. Старые законы никто не отменял формально, включая, например, судебник Ивана Грозного. И есть довольно много подсудимых, и совершенно непонятно, по каким критериям, по каким законам, как их надо судить. Если ориентироваться на судебника Ивана Грозного, из всех можно сварить в кипящей смоле. Но что-то подсказывает, что это как-то уже вот очень несовременно. А Николаю очень хотелось быть таким правильным монархом, избежать упреков в произволе, в деспотизме. Ему хотелось осудить декабристов по закону. Но выяснилось, что это никак нельзя, закона нет вообще никакого подходящего. Чтобы как-то выкрутиться из этой ситуации, Николай поручил известному очень государственному деятелю, Михаилу Спиранскому, разработать какой-то критерий виновности для декабристов. Тут выбор тоже очень характерный, между прочим, потому что Спиранский считался одним из самых либеральных сановников Александровского царствования. Когда декабристы спорили о том, кто должен войти во временное правительство после совершения революции, в числе первых имен называли Спиранского. И вообще во время следствия над декабристами существовало подозрение, и их допрашивали на предмет непричастности сам Спиранский к их движению. То есть он был под подозрением. И теперь именно ему Николай поручает составить какую-то базу для того, чтобы декабристов можно было как-то распределить по степени виновности и ответственности. Тем самым он посылал довольно-таки выразительные сигналы окружающему обществу, да, и вместе с тем заручался в лояльности Спиранского. Спиранский придумал разделить всех подсудимых, а их все-таки было достаточно много. Осужденных декабристов 126 человек, а арестовано было больше, там достаточно много людей в процессе следствия оправдали и освободили. Но все равно 120 обвиняемых – это достаточно большое количество. Он придумал разделить их на 11 разрядов по степени вины. То есть он продумал состав обвинения для каждого разряда. Первый был самый тяжелый, в него входил умысел на цареубийство, соучастие в разговорах о цареубийстве и другие столь же основные тяжкие обвинения. Дальше постепенно это спадало. Дальше каждой степени вины был примерно придуман какой-то характер наказания. Решали все это члены Верховного уголовного суда. Значит, судить тоже было некому. И следствие, на самом деле, вести было некому. Вот ничего этого в государственной машине не существовало. Для следствия был создан Следственный комитет, куда Николай назначил группу генералов преимущественно. Там вообще этот комитет имеет очень много черт такой военно-судной комиссии. И судя по тому, как генералы Лиха взялись за дело и сразу начали уже очень содержательные допросы, они свой опыт военно-судных комиссий использовали. А чтобы судить декабристов, был собран специальный такой орган, не существовавший постоянно, Верховный уголовный суд, в котором заседали сенаторы, члены Государственного совета, члены Святейшего Синода. В общем, вся такая сановная верхушка России. Им следствие подготовило записку о силе вины, ну, что-то вроде обвинительного заключения по каждому осужденному. Они рассматривали отдельно дело каждого, то есть вот записку о силе вины. Они рассматривали вот эти разряды и голосовали, к какому разряду какое общее наказание назначить и кого из декабристов к какому разряду отнести. Существуют, сохранились в архивах огромные листы, где учтены голоса каждого из членов суда по каждому из вопросов. В результате вот они создали эту градацию. Пятеро самых виновных были поставлены вне разряда. Это были Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Рылеев, Михаил Бестужев-Рюмин и Каховский. Первоначально они были приговорены к смертной казни четвертования. Весь первый разряд приговаривался к смертной казни отсечением головы. Ну и дальше шла в Сибирь в каторжные работы навечно и постепенно бывающие. Последние разряды получили не очень жесткие приговоры. Там была не очень длительная ссылка. Некоторые разряды отправлялись, например, служить в дальние гарнизоны, в дальние крепости. И не все разряды лишались формально дворянского достоинства, чинов и званий. Приговор был сделан естественно с некоторым запасом на проявление монаршего милосердия. Это тоже полагалось. Надо было оставить какой-то люфт. И Николай I проявил это самое милосердие. Первому разряду он казни заменил на бессрочную каторгу. Дальше тоже пропорционально все это снизил. А касательно тех, кого действительно собирались казнить пятерых, он объявил, что желает казни несопряженной с пролитием крови. Что, соответственно, означало казнь через повешение, с другой стороны, для офицеров и дворян в общем позорную казнь. Надо сказать, что Николаю хотелось сделать так, чтобы декабристы исчезли из общественной жизни вообще. Они же помещики, они отцы семейства, они владельцы имения. И с этим тоже как-то надо поступать. Юридически их было приказано считать как бы умершими. То есть родственники наследовали их имение как за умершими, жены получали право развестись и выйти замуж снова. И несколькие, надо сказать, этим воспользовались, но немногие. И ему вообще очень хотелось как-то вот вообще, вообще, чтобы о декабристах забыли. С другой стороны, он поступил довольно тонко. Он сделал одновременно ряд жестов, как бы примеряющих его с дворянским обществом и подчеркнул, что вина декабристов никоим образом не ложится на их семьи. Более того, он распорядился выяснить положение родственников декабристов и тем из них, кто с потерей декабриста лишался кормильца, назначил государственные пенсии. А пенсии тогда, в общем, далеко не всем даже служащим чиновникам назначались. Это была такая привилегия монарши. Отправляя декабристов в Сибирь, он сначала, ну сначала предполагалось, что они отправятся в разнообразные каторжные заводы на рудники. И действительно, первую партию декабристов, первых восемь человек отправили на настоящую каторгу в Благодатские рудники. Первую зиму они провели очень страшную на настоящей каторге. Дальше Николай спохватился, что что ж мы делаем, Сибирь большая, она плохо контролируется, она далеко, и мы собственными руками по всей этой Сибири распространяем заразу вольнодумство в лице вот этих декабристов. И он приказал собрать их всех в одной тюрьме каторжной. Поэтому в дальнейшем вот те, кто считался именно на каторге, не на вольном поселении, они отбывали каторгу вместе, и это им очень сильно помогло. Они могли поддержать друг друга. Декабристы ухитрились прожить компактной группой замкнутой вот в своей каторжной тюрьме, не оставив нам вообще никаких свидетельств, а каких бы то ни было между собой ссорах, разногласиях, противоречиях. Они предстают таким вот абсолютно дружественным, пронизанным взаимопомощью коллективам. Видимо, в этом сказывалось такое дворянское воспитание. Они прилагали к этому сознательные усилия. Они исходно понимали, что ситуация этим чревата, и, скажем, они писали, что первое, что они сделали, это в своей среде запретили азартные игры и спиртные напитки. То есть, чтобы все поводы для каких-то ссор, ликвидировать, они помогали друг другу, потому что среди них были состоятельные и были очень бедные. Естественно, что поначалу состоятельные товарищи стали помогать неимущим. Дальше они поняли, что так тоже нельзя, потому что прямая помощь, она тоже ведет к какой-то неравенству отношений и к возникновению каких-то напряжений. Поэтому они очень быстро придумали обезличить эту помощь. Они создали в своей среде артель, в которую кто мог вносил сколько мог средств, а неимущие уже из артели, то есть обезличенным образом, не лично от кого-то из товарищей, получали материальную помощь. Ну и хозяйство общее артель вела, что тоже им помогало. То есть очень любопытно изучать сибирский опыт декабристов именно с точки зрения того, как люди, оказавшись в достаточно экстремальных условиях, ухитрились сохранить человеческое достоинство, благородный облик, репутацию людей благородных и довольно любопытно смотреть, как они это делали, какие усилия они к этому прилагали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА